И я ломился в общежитии, короче, полицейского универа. Она была даже в Ираке. Шоу-мелек. Так, сегодня отправляюсь в путь. Поеду в город Балу. Не знаю, где это. У меня достопримечательностей, в принципе, не знаю. Но главная цель на ближайшие дни попасть в город Гайнюк. И там достаточно красиво. То есть, это город, который я выбирал еще находясь в России. Смотрел записи с прошлого влога. И надо как-то снимать вот так подлиннейшую руку. И меньше говорить, короче. Набрался до автовокзала. В принципе, вообще, как бы комфортно. Народу не было ни в метрообусе, ни в маршрутках, ни в метро. Три пересадки. За полтора вроде часа доехал. Я, кстати, сонный. Ночь не спал, но днем проспался. Режим, наверное, сегодня восстановлю. Уже в отеле где-нибудь. Так. О, мужики орут. Аскизы, пока на скиз, поехали. Лучше. Три пересадки. Ай, йог. Че? Не? Не, да. Ай, балу. Балу? Ай, йог, йог. О, отоп. Просто проходишь и пытаешься что-то доказать. Ну, в смысле, ну, говоришь, что ты, типа, не понимаешь, и пофигу. Садят непонятном пике эти, контора заводится. Но я посмотрел просто на сайте и в самые дешевые билеты посмотрел. Но в той конторе не принимают. А и в итоге еду на Камилу Кочи. Местная ГЭС, и там тоже что-то написано, как у нас. Супер. Проспал я, ну, не проспал, а остановились мы в моем городе, в который должен был приехать. И получается, я в это... И получается, я подумал, блин, конечная же у меня. Наверное, еще будет остановка. В итоге он остановился в городе за 200 километров от моего. Как бы мне все равно. Сейчас найду где переночевать. И завтра уже буду думать, куда дальше ехать. Ну, ладно. Я не знаю даже, как город называют. Кара, ну, что-то черное какое-то. Тут прям промышленность. Все, заводы кипят. Все кипит, не знаю, что завтра будут тут фотать. Ну, попробую что-нибудь сделать. Посмотрите. Прикол не прикол, но я в итоге зашел в какой-то отель для полицейских. Тут вот полицейская машина. И я не понял, почему она меня не пускает. Ну, типа, полис, 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 полис. Я такой думаю, ну, я не знаю, иммигрант или что. С документами нет. Либо просто в итоге какой-то странный отель для полицейских. Ладно, пойду в другое место. Че-то я конкретно затупил. Я ломился в полицейскую... В общежитии, короче, полицейского универа. В BUE, можно сказать. И вот, меня консьерж так аккуратненько сопроводил. И сейчас я стою возле другой общаги, которая, ну, там, типа, спальня показывается. Я думал, это этот отель. И надо ехать в другой конец города. Футбольная команда встречает вот так вот много народу. Как ты в этом городе не замерз? В общем, следующие кадры будут из Анкары. Я из этого города уехал в Анкару. Затем решил поехать в Каппадокию. И такая долгая предыстория моего 36-часового пути, без сна. И было очень холодно. Но смотрим дальше. Бутылки просто так стоят на улице. Без какой-либо охраны, защиты. А нет, камеры стоят. Рискую, беру берет. Прям последний за пять минут до выезда. Субтитры сделал DimaTorzok Время пять утра. Пять, пять, сорок. Сейчас пойду встречать рассвет. Пешочком прогуляюсь. Идти четыре с половиной километра. Попробую сначала генеть на эти перекусить. Потом пешочком прогуляться до... Видов. Ну и посмотрим, что там. Кстати, в Каппадокии уже. Вышел в город. Туман стоит сильный. не нашел. Ничего тут не работает. Хоть и в Google Maps показывают, что даже какие-то ресторанчики типа открыты. Но, как показала практика в Ангаре, ничего не открыто. Купил, кстати, кофты все тепло. В двух кофтах холодно. Минус один, наверное, минус два. Перчатки и футболку Каппадокия. Вот. Ладно, сейчас 5 километров надо протопать. Сидел в кафе. Тут, кстати, недалеко было идти от городка этого. Посидел в кафе и, блин, такая фигня, что в обуви как будто вода. То есть сейчас туман стоит прям конкретный. Видать, из-за влажности прям все в воде. У меня, конечно, есть с собой шерстяные носки из верблюжьей шерсти. Но, не знаю, мне кажется, они тоже промокнут. И жесть. Главное, не простыть. Туман. И, походу, ничего видно не будет. Завтра, надеюсь, хотя бы будет хоть чуть-чуть что-то. Потому что жесть. Проделать такой путь и увидеть. Ничего. И звезды не сфотал. Хотел звезды сфотать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Китаянка показывает мне, как она коллекционирует места, где она была. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аргентина Она была даже в Ираке Попробуй мне Ирак Здесь И это тоже Ирак Я собираю 2 стены здесь И также Георгия И это Армения Армения Россия? Да, Россия здесь Первая страна я посетила Это Россия Первая страна Видите? 2019 Первая страна Кремль Все это Россия Где город? В каждом городе В каждом городе В Новосибирске? Нет, нет Ты не был в Новосибирске? Да, потому что я просто Один месяц Виза Так что в стране Такая страна Я не посетила В каждом городе Окей В общем Выбрался Снимать И Встретил Девушку Китаянку Мы с ней Еще познакомились На Смотровой Где снимают Шары И вот Случайно Встретились В Тюркселе И Вот Подложил ей Свой Трипод Для съемки И Смотрите Вон Сзади меня город То есть До него идти минут пять И Прямо от городка Вот такой вот вид Просто Вообще Далеко ходить не надо Прямо комфортное место Для Этого Для прогулок Для всего Сейчас еще поснимаю Ладно Пойдем Сейчас Куда-нибудь Дэни Посетила 44 страны You Can You Can Say All Countries What? All Countries You mean All Countries Landau No All Countries Where You Visited Give me The 44 Countries What is the 44 Countries Right? I forget Because The first country is Russia Then I Went across the border From Russia To Latvia Latvia Yes Then Took ship To Finland Finland Switzerland Denmark Fran Germany Holland And Many European Countries Then I was stuck In Hungary Because of Covid In China Hungary Budapest And then I left Budapest To Slovenia To Italy Yes Then I took ship From Italy To Greece Greece To Turkey Egypt Dubai Lebanon Turkey Again Then I flew from Turkey To America And I stayed In America Continental For Two years Last month I Back From South America Then to Iraq Now Turkey But In the middle of Last month I visited Georgia And Armenia 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 Yes And One week ago Oh no One week ago I came back From Armenia Fly to Istanbul Now here So That's That's My trip In the past Three years It's unreal trip Worldwide Worldwide I It's 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 You should like this It's 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 A guy from Pakistan Here The It's 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 Hof Oh Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Потому что в Турции что-то побоюсь отдавать его ремонт. И грустно. Я даже не полетал толком в Турцию. Редвейли. Потому что красные скалки. Вон они. Крест православный какой-то. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Тут дача опять. Один из более-менее доступных по цене ресторанчиков. Покушать тут где-то стоит 500 рублей. Сейчас скоро принесут. Пока что самая дешевая кафешка. Вот это все стоило около 500 рублей. 500 рублей, наверное. Или может 600, но в других местах по 800, по 900 рублей. Так что Турция сейчас не очень-таки доступная. Пришел второй раз уже смотреть горячие баллоны. Шары, но в итоге СИК, СИМ И ФОК. Туман полный. Я приехал на один день по сути. Ну, на один-два дня. И уже третий или четвертый день здесь. И, блин, где шары? Щеня-то уже знакомые. СИК, 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 С ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И тут мне показывают древний турецкий дом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Широханэ, это место, где выжимают виноградный сок. А, оказывается, здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Колодцы у них оказываются в домах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фантастика. Хотел попасть в последнюю точку, в православную церковь, но все закрыто. И там, походу, тоже все закрыто. И, скорее всего, может зимой православная церковь закрыта. Так, получается, я не увидел в Каппадокии православные древние церкви, затем воздушные шары. И вот, нужно как-то вернуться в следующий раз и все это увидеть. Либо еще раз прилететь по билетам недорого в одну сторону. Практически, как в Красноярск съездить. Ну, получается, в Красноярск едешь с таксистами, если не со знакомыми, то за 1300-1400, может уже 1500. Плюс ты тратишься на такси с планеты до дома. Ну, еще рублей 300-400, если в пробки не попадешь. Ну, если в пробки попадешь, вот и выходит, что ты летишь. Тут, здесь ты летишь за 2000 рублей, около 500 километров. Ну, и у нас, как бы, 500 километров тратишь 2000. Автобус тоже, кстати, здесь стоит 2000 до Стамбула из Каппадокии. Но трансфер до аэропорта стоит 40 рублей. И сейчас я бегу, надо бежать практически до хостела. Меня там доберут через 50 минут. Ладно. Все, на этом поездка закончилась. Рад, что я не поехал по путевке. По путевке стоило 4000 рублей. Я потратил около 12 тысяч за 4 дня. Но то, что я увидел, я бы, наверное, не увидел. Ну, увидел бы по путевке некоторые вещи. Но именно вот пропитаться духом я бы не пропитался. Тут я как бы познакомился с людьми, пообщался с многими в разных местах. Я так обошел все. Практически весь гареме. Поэтому вот так вот по путевке не самая лучшая идея путешествовать. Ну, как бы, комфортно, но духом ты не пропитываешься в место. А так я сейчас прям рад. Рад, что вот так вот все и вышло получилось. Все, ладно. Пишите комментарии, главное. Так лучше видео подвигается. Все.